Привет, с вами канал Фактория. Сейчас в мире осталось только два вида выхухолей, русская и перенейская. А когда-то эти родственники крота были распространены повсеместно. Рыба паку обитает в водах Амазонки. Не советую там купаться. Мало того, что вас сможет съесть крокодил, так еще и эта рыба с человеческими зубами способна что-нибудь откусить. Голый землекоп, небольшой роющий грызун, является единственным эосоциальным млекопитающим, то есть живет по принципу улья или муравейника с разделением особей по рангам. Скорпена Амбона легко опознается по специфическим наростам над глазами, умеет менять свет и линять, благодаря чему с успехом охотится на морском дне. Сами видите, чтобы удержать эту рыбу понадобился десяток крепких мужчин. Так называемый сельдяной король может достигать порядка 17 метров и весить более 300 килограмм. Рыбу с прозрачной головой впервые выловили в 1939 году. Выяснить все ее особенности удалось только к 2004 году. Щучья морская собака на собаку совсем не похожа, но является довольно агрессивным морским обитателем. Думаю, что на фото это заметно. Малый оленек – самая маленькая парнокопытная на планете. Это животное очень пугливо и живет в тропических лесах, так что завести такого дома не получится. Ужасающее фото морской миноги. Ее тело имеет продолговатую форму и может достигать одного метра. Является паразитом, но, к счастью, живет не более трех лет. Самые мелкие представители семейства носороговых. Их размеры достигают двух метров, а вес тысячи килограмм. Этот красавец – лиственный морской дракон. Он очень хорошо владеет искусством маскировки, поэтому обнаружить его совсем непросто и действительно похож на причудливую корягу. Так выглядит мадагаскарский еж. Наряду с острыми колючками он имеет густую жесткую шерстку, нестандартного для ежей окраса. Самый большой кузнечик в мире – гигантская уэта. Является одним из самых тяжелых насекомых, поэтому прыгать, в отличие от обычных кузнечиков, не может. Оскалотль – личинка хвостатых земноводных. Она имеет три пары сильно развитых наружных жабар, которые торчат по бокам головы. Рыба-капля из-за своего внешнего вида стала популярным мемом и шуткой. Ее даже можно увидеть в некоторых фильмах. Этот вид летучих мышей обитает на севере Южной Америки и, что удивительно, является травоядным. Рогатая рыба-нарвал – огромный бивень, закрученный в виде спирали, является для них своеобразным органом чувств и не предназначен для охоты или защиты. Гигантская медуза или арктическая цианея – самая большая представительница этого вида достигла 37 метров в длину. Особенность внешнего вида проехидны и отличие от других подобных видов – шпоры на задних лапах самцов. По фото не скажешь, но эти животные весят около 10 килограмм. Если не хотите собирать горы шерсти по всему дому, никогда не заводите себе ангорского кролика. По степени пушистости конкурентов у него нет. Синяя рыба-попугай сохраняет свою окраску на протяжении всей жизни, а обитает она в Атлантических водах Бразилии. Рыба, которую можно брать с собой на разборки. Своим видом она способна напугать кого угодно, да и название подходящее – рыба-лопата. Это говиая. Крокодил, который считается самым добрым представителем своего вида. Он никогда не нападает на людей. Кожа стеклянной лягушки настолько прозрачная, что практически все ее органы хорошо видны. Вот уж кому точно никогда не понадобится рентген. Сифака – новый вид приматов, открытый в 2004 году. Их среда обитания – остров Мадагаскар. Все хоть раз ловили бабочек. А вот эта бабочка под названием «Князь тьмы», кажется, сама способна поймать кого угодно. Цвет полосатого удильщика зависит от конкретной среды обитания, но при этом он всегда очень яркий. Сальпуга или верблюжий паук обитает преимущественно в пустынях. Его ноги липкие, как клей. С их помощью он легко удерживает жертву. Милейшие детеныши утконоса. Они появляются на свет голыми и слепыми. Хотели бы завести себе такого. Колючая кустарниковая гадюка – ядовитая живородящая змея. Так что будьте осторожны, если где-нибудь ее встретите. Это не кадр из фильма ужасов. Хотя очень похоже. Так выглядит акула домовой. Она считается потенциально опасной для человека. Этот изопод прославился на весь мир. В январе 2009 года он полакомился ставридой и с тех пор ничего не ел целых пять лет до самой смерти. Вот бы и люди так могли наесться на несколько лет вперед. Поясохвосты – дневные ящерицы, которые обитают в засушливых регионах Южной Африки. Они облюбовали каменистые пустыни и заросли кустарников. Акапи напоминают смесь зебры и жирафа, но на самом деле этот вид единственный в своем роде. Они упоминались еще в письменах древних египтян. Рыба, которая больше похожа на пирожок с начинкой. Она способна передвигаться по морскому дну с помощью мускулистых плавников и даже умеет прыгать. Глаза филиппинского долгопята по размеру соизмеримы с мозгом животного. Эти зверьки относятся к приматам и считаются очень редкими. Черную фоссу можно встретить только на острове Мадагаскар, но лучше этого не делать. Есть риск стать ее обедом. Предки пурпурной лягушки жили еще до динозавров, а саму ее обнаружили только в 2003 году. Выглядит она толстой и неповоротливой, но на деле способна выкопать яму глубиной 4 метра в течение нескольких минут. Голубой дракон маскируется в толще воды при помощи своего окраса. Он плавает на поверхности и питается медузами. Безухий варан максимально напоминает дракона из фантастического фильма. Креветку богомола можно встретить в Индийском океане. У нее очень развито цветное зрение, а благодаря своей окраске сливаться с коралловыми рифами ей не составляет труда. Как вам жук-носорог такого размера? Свое название он получил совсем не случайно. Считается, что это самое большое насекомое в мире. Название этой дружелюбной птицы – китоглав. Он представляет отдельный вид китоглавых. Похож на аиста, но его отличают тяжелая голова и клюв с крюком. Эта птица выглядит очень забавно, благодаря своей укладке. Но на деле это опасный хищник – южноамериканская гарпия. Она способна сломать череп своей жертве в два счета. Этот милый зверь называется трубкозуб. Он не очень общителен, живет в норах и проявляет активность в основном по ночам. Знакомьтесь, щелезуб – насекомоядное млекопитающее. Несмотря на свои размеры, он довольно опасен и убивает своих жертв при помощи яда. Адский кальмар-вампир – головоногий моллюск, который живет на большой глубине. Его тело покрыто фотофорами, с помощью которых он создает вспышку света, дезориентирующую жертву. Испугались бы такую мышку? Это летучая лисица. Хоть она и травоядная, лучше держаться подальше. Гигантская японская саламандра на сегодняшний день считается самым крупным существующим земноводным. Длина ее тела может достигать 160 см. Человек, который взял эту скалопендру в руки – большой смельчак. Это довольно опасное для людей животное. Некоторые ее виды очень ядовиты. Рыба-луна – самая крупная из известных костных рыб. Она же одна из самых малоизученных. А это японский краб-паук. Его щупальца могут достигать 4 метров в длину. Питается он планктоном и останками животных, а прожить может до 100 лет. На фото – необычный глубоководный осьминог Дамбо. Своё название он получил в честь персонажа Диснея «Слоненка Дамбо» из-за своих ушей. Этот морской обитатель только кажется милым. На самом деле он является хищником. Краб-ети был впервые обнаружен в 2005 году на глубине 2228 метров в южной части Тихого океана. Ну а это всего лишь его плюшевая копия. В реальности его размер не превышает 15 сантиметров. Необычная окраска для муравья. Наверное, он надел этот костюм панды на Хэллоуин. Кокосовый краб – один из самых крупных членистоногих в мире. Он известен тем, что забирается на пальмы, срывает кокосы и кромсает их своими клешнями. Эти крабы считаются деликатесом, а в некоторых странах охраняются законом. Про саблезубого тигра все слышали, а как вам саблезубый олень? Это реально существующее животное – водяной олень. Он прекрасно плавает, а такие зубы ему нужны для защиты от врагов.